Доброе утро, зрители StopGame.ru! Начинаем новую неделю! На выходных игровой мир захватила новая часть антологии The Dark Pictures с подзаголовком Little Hope. Насколько успешно себя проявила Supermassive Games в излюбленном жанре, скоро узнаете из нашего обзора. А пока давайте обратим внимание на трейлер следующего эпизода. Да, здесь, как и в случае с Man of Medan, где после прохождения происходила демонстрация Little Hope, разработчики снова тизерят продолжение. Глава называется House of Ashes. Действия происходят в пустыне и мистических пещерах, а закадровый голос в трейлере рассказывает про некий подземный дом пепла, где души мертвых живут в прахе и страдают от демонов. Как-то так. Релиз должен случиться в течение 2021 года. К развлечениям более близким. Очень близким. Ubisoft напоминает о скором релизе Assassin's Creed Valhalla с помощью пафосного трейлера, в котором Викинг Эйвор, исключительно в мужском обличье, кстати, тут можно и скандальчик какой-нибудь провернуть, обращается непосредственно к зрителям со своими ценными инструкциями по завоеванию Англии. Старт назначен на 10 ноября для PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series и Stadia. А на PS5 игра будет доступна в день релиза консоли. Если вам не хватает тематических хэллоуинских развлечений, то у нашего сегодняшнего спонсора игры Warspear Online есть долгоиграющее предложение. Еще целый месяц на серверах этой хардкорной пиксельной MMORPG будет проходить балаган ужасов. Игроки могут отправиться на праздничный остров, где всех жителей накрыла волна страшной эпидемии, за которой стоит злой алхимик Тоттенхоф. Остановить его — ваш основной квест, но помимо него есть и куча других занятий. Массовый рейд, гильдейские события, боссы со специальными наградами, тематические подземелья, аттракционы для одиночного или совместного прохождения и прочее разное, сдобренное новыми костюмами, экипировкой и провиантом. Отличный повод заглянуть в проверенную временем мультиплатформенную RPG с богатой ролевой системой и разнообразными механиками. Warspear Online распространяется по модели фри-то-плей, так что переходите по ссылке из описания и вливайтесь в игру. Еще и подарочек от разработчиков получите. Странный проект Teardown, который вроде как про ограбление, но на самом деле про тотальную разрушаемость, вышел в Steam в формате раннего доступа. На данный момент доступны пять различных окружений, которые используются в компании и песочнице, а также режим творца. Само собой, контент будет приумножаться, до полноценного релиза пройдет не меньше года. Игроки встретили Teardown с воодушевлением. Говорят, забавляться с воксельной физикой крайне увлекательно. Как итог, 96% положительных отзывов. Цена вопроса 500 рублей. Если что, перед покупкой можете чекнуть наш вчерашний стрип. Авторы проекта Black Mesa трудились над игрой так долго, что похоже это вошло в привычку. И даже после релиза они не могут остановиться. Crowbar Collective выпустила открытую бета-версию Definitive Edition, обновление 1.5, которое точечно улучшает геймплей, продолжает подтягивать внешний вид локаций до уровня мира Zen, а также вносит заметные структурные изменения в главы Power Up и On a Rail, чтобы игрок точно не заплутал и хорошо понимал, что и в какой момент ему нужно делать. Активировать бету можно стандартным образом, перейдя в соответствующую вкладку в свойствах игры в библиотеке Steam. Genshin Impact, которая продолжает владеть умами и сердцами многих игроков, тоже в скором времени станет еще лучше и привлекательней. 11 ноября игра получит крупное контентное обновление A New Star Approaches, в котором содержатся дополнительные предметы, 4 новых персонажа, свежие квесты, сезонное событие на 2 недели с кооперативными испытаниями и призами, система репутации, позволяющая открыть эксклюзивные награды, а также монстр Forest Hillichurl, созданный, как заявляют разработчики, по образу и подобию президента их компании, Фореста Лю. Фанаты From Software, конечно, порадовались большому обновлению Sekiro Shadows Die Twice, что случилось на днях. Однако, с другой стороны, это ввергло их в очередную волну уныния, связанного с полным отсутствием каких-либо новостей по поводу следующей игры Фромов Elden Ring. Ее анонсировали полтора года назад, и на том информационная поддержка, по сути, прекратилась. И вот, о чудо, авторы услышали мольбы, и жалобы сообщества, и... дали знак. Правда, речь не о каком-нибудь трейлере или геймплейных подробностях, а о скромном сообщении в Твиттере. Мы также глубоко признательны за энтузиазм и поддержку, которую вы оказываете Elden Ring, нашей следующей экшен-рпджи в мире мрачного фэнтези. Надеемся, вы ее ждете. Все. Пара предложений, зато поклонники смогут еще несколько лет протянуть. До следующей заметки, или еще каких событий. Эта позитивная весть еще и отлично подходит для финала, когда мы по традиции наши авторские материалы рекламируем. Ведь в этот раз на сайте stopgame.ru вышло мега-эксклюзивное интервью с разработчиком ремейка Demon's Souls. Мимо такого лучше не проходить. Также имеются обзоры Scourge Bringer, The Red Lantern, Pigment Tree, Remastered Broken Porcelain и, конечно, Watch Dogs Legion. А еще новый спидрант в деталях, посвященный Splinter Cell Blacklist. Ух, приступайте. И приятного времяпрепровождения. Субтитры создавал DimaTorzok